Это уже стало традицией, если телеканал «Звезда» начинает свой эфир на этой, самой большой в нашей стране рубиновой звезде, значит, в ближайшее время вас ждет самая большая военная выставка года «Форум Армия-2016». И вот сегодня военная приемка докажет, что это военная выставка самая большая не только в России, но и в мире. И значит, вы просто обязаны ее посетить. А вот что вы здесь увидите, об этом прямо сейчас. Эту звездную крышу в парке «Патриот» мы снимали накануне форума «Армия-2015». Уже тогда был понятен размах строительства. Всего за полгода эти леса и болота под Москвой превратились в огромный выставочный комплекс. С тех пор прошел год, и выставка стала еще больше. Теперь вместо временных тендовых конструкций из ткани – гигантские павильоны из стекла и бетона. На месте, где еще год назад мы ходили в болотных сапогах, теперь поле для исторических реконструкций. А неподалеку от него, с нуля, построена площадка военно-космических сил. Если называть вещи своими именами, это новый авиационный музей. Сегодня в нашей программе вы увидите, как этот музей собирает экспонаты. Вот, например, абсолютно уникальная операция. Самый большой в мире вертолет завозит на форум другой вертолет-рекордсмен. Огонь! И это еще не все рекорды. Например, на этом форуме у вас будет возможность своими глазами увидеть работу самого мощного боевого робота в мире и рассмотреть самый вооруженный в мире джип с роботизированной пушкой. Ну и, конечно, увидеть самый современный в мире танк, знаменитую «Армату», новые армейские аэростаты, костюмы для подводных диверсантов, новинки огнестрельного оружия. И что самое приятное, в отличие от прошлого года, вам дадут из этого оружия пострелять. А кое-что из армейской техники вы даже сможете купить. И только здесь, на этом форуме, у вас будет возможность увидеть нашу армию такой, какой прежде вы не видели ее еще никогда. Ну что, мы начинаем нашу экскурсию по парку «Патриоты». Эту экскурсию мы проведем на автомобиле, который сам по себе является выставочным экспонатом. На автомобиле, который создавался для того, чтобы прийти на смену знаменитому армейскому «Вазику». И вот сейчас, на этом форуме, у вас будет уникальная возможность впервые самим увидеть этот автомобиль и тысячи других новинок, которые создала наша армия. Это «Скорпион» — новый армейский внедорожник. Он больше и мощнее нашего «Вазика», быстрее и маневреннее американского «Хаммера». И что важно, новый внедорожник готовится к выпуску в разных комплектациях. Вы уже видели версию с открытым кузовом. И вот, пожалуйста, броневик по защите от пулевзрывов, он тоже превосходит американца. Вот если с чем-то сравнивать наш новый армейский пятитонный броневик, так это с его братом по весу, пятитонным американским «Хаммером». Попадание пули в щели вот этих форточек, в щели, которые создают двери, все это может привести к попаданию осколков в обитаемое отделение и, соответственно, нанести поражение тем, кто находится внутри. Наш «Скорпион» обеспечивает безопасность, обеспечивает защиту на сколько процентов? На сто процентов. Что касается нашей поездки, мы объезжаем парк на машине в транспортно-десантном исполнении с открытым кузовом. Возникает вопрос, а зачем вообще она нам здесь понадобилась? Объясняем. Территория парка «Патриот» — 5000 гектаров. Посмотрите хотя бы на зону главного автобронетанкового управления Минобороны. Такого количества танков, бронетранспортеров, бронеавтомобилей на одной площадке наши военные прежде не собирали никогда. Ну и, конечно, на форуме «Армия-2016» у зрителя будет уникальная возможность на расстоянии вытянутой руки увидеть ту технику, которую обычно зритель видит на параде. Вот, например, легендарный российский танк Т-90. К нему можно будет подойти, его можно будет потрогать руками, на него можно будет залезть. Тем более интересно сделать это после Сирии, когда по этому танку был открыт огонь американской ракеты. И что? И ничего. И танк остался цел, и экипаж не пострадал. Вот оно, то самое видео из Сирии. Американская ракета попала точно в цель, но экипаж выскакивает из танка. Людей спасла динамическая защита. Ровно через неделю, в День танкиста, выйдет специальный выпуск военной приемки, где мы объясним, как работает такая защита, и где вы увидите уникальный эксперимент. По танковой технологии мы защитим гражданский автомобиль и выстрелим по нему из гранатомета. Ну а что касается форума, там тоже будут и взрывы, и стрельбы. Куда мы едем сейчас? Мы сейчас с вами едем в зону динамического показа техники, которая будет проходить у нас ежедневно, два раза в день. Поэтому, купив один единственный билет на входе, на статической экспозиции на центрально-высочном павильоне, на комфортном автобусе абсолютно бесплатно можно будет переезжать перед всеми объектами парка «Патриот». Что там ожидается? Там будут представлены новейшие образцы вооружения и военной техники, демонстрация огневых возможностей вживую. То есть на наших глазах прямо танки будут стрелять? В глазах будут стрелять танки, не только танки, будут стрелять много видов вооружения. Именно в этой зоне посетителям продемонстрируют, как работает «Армата», как стреляет Т-90. Впрочем, зрители военной приемки это уже видели. А вот что касается абсолютно нового вида вооружения, на форуме «Армия-2016» впервые будет показан автомобиль, которому нет аналогов в мире. Это колесный броневик «Тигр» с настоящей пушкой на крыше. Ну вот, пожалуй, самое главное свойство этой машины в такой комплектации. Наш российский броневик, по сути, становится роботизированным комплексом. Сейчас я обращаю ваше внимание, что в машине нет никого. К ней не тянутся никакие провода. И буквально на ваших глазах, дистанционно, «Тигр» откроет огонь. Я не прошу сейчас оператора занять место в машине. Передаю ему камеру. Закрываю дверь. Обращаю ваше внимание, что я ни на что не нажимаю. Мы готовы? Готовы открывать огонь? Три. А теперь давайте разберёмся, что же произошло. Пока мы с телеоператором находимся в машине, оператор боевого модуля расположился в нескольких сотнях метров от нас. В поле с ноутбуком и рацией. Отжимаем предохранитель блокировки. Прицеливание произвёл. Готовь к стрельбе по команде. Дима, огонь! Огонь! Обратите внимание ещё на один момент. Мы специально поставили рядом два газовых баллона, чтобы проверить точность стрельбы этой автоматической системы. И, кстати, попали, куда и целились. Давайте сейчас продемонстрируем, собственно, ту цель, по которой мы с вами били 30-ю миллиметрами. Это наш газовый баллон. Как вы оцениваете попадание? Великолепно, ровно в центр. Кажется, и даже стрелка, да, как такового не было. Собственно, робот сам целился и попадал. По мне ровно в центр попали. То есть такое ощущение, что со штангенциркулем подходили, промеряли вот это расстояние, чтобы было чётко по оси. Ну, на самом деле, робот так и меряет. К стреляющему тигру мы ещё вернёмся. Более того, покажем, как он работает в режиме робота в движении, то есть на ходу. А пока продолжаем экскурсию по парку «Патриот». Давайте объясним зрителю, что место, где мы сейчас находимся, это, по сути, главный выставочный дворец. Да, здание универсального учебно-демонстрирующего центра является основным зданием для проведения военно-хитарного форума «Армия-2016». Площадь вот этого помещения? Площадь этого помещения – 77 тысяч квадратных метров. Это если переводить, ну, например, на футбольные поля? Ну, если перевести на футбольные поля, это как минимум два футбольных поля. И сколько времени понадобилось на то, чтобы возвести два футбольных поля? Здание центра возведено буквально за шесть месяцев. В этом смысле вы обходите строителей, стадионов. Да, работаем круглосуточно. Эти съемки мы проводили за три недели до открытия. За это время строители успели здание достроить, провести сюда электричество и, наконец, довести до ума все коммуникации и подготовиться к встрече гостей. Вот в чем уникальность этого строящегося выставочного центра? Конечно, подразумевается, что вся тяжелая техника, типа танков, будет стоять на улице, но сюда эти танки тоже пройти могут. И возникает вопрос – а пол-то выдержит? Конечно, фундаментная плита и тон или тот пол, который здесь смонтирован, реально выдержит всю тяжелую технику, в том числе и танки. Ну вот именно сейчас, поднимаясь наверх, понимаешь весь размах этого военного строительства. И вот тут возникает вопрос – то, что будет построено к 2016 году, это все конец или будет еще что-то? Будет еще продолжение дальше к армии 2017-2018. То есть парк «Патриот» будет развиваться в соответствии с концепцией, утвержденной министром обороны. То есть каждый год вы планируете потихонечку-потихонечку прирастать все больше и больше? Совершенно верно. Итак, давайте приоткроем завесу тайны. Что же смогут увидеть зрители под этой огромной крышей? Во-первых, концерн «Калашников» покажет свою боевую автоматизированную систему «Соратник». По сути, это боевой робот, который может и стрелять, и который при этом рассекречен. Во-вторых, предприятие «Тракторные заводы» представит первый в России плавающий бронетранспортер. Передвигается он не на колесах, а на гусеницах и называется «БТ-3Ф». Это будет его первый показ. Третье. Концерн «Ростех» и научно-исследовательский инженерный институт привезут авиабомбу «Загон». Страшное оружие против подводных лодок. Эту бомбу сбрасывают с самолета или с вертолета, и дальше она сама движется к вражеской подлодке. Уникальна эта бомба тем, что ничего подобного в западных армиях нет. У нас же «Загон» только недавно открыли для широкой публики. Четвертое. Нижегородское предприятие «Буревестник», разрабатывающее самые современные минометы, в этот раз привезет 120-мм миномет, предназначенный не для войсковых акций, а для тихих спецопераций. Именно поэтому миномет установили в гражданской машине, то есть законспирировали. И, наконец, пятое. Новый подводный костюм для боевых пловцов. Легкий и невероятно прочный. Настоящая подводная кольчуга. Ножом такую не возьмешь. Сейчас мы продемонстрировали прочность ткани. Ну, вы видите, нож. То есть вы видите, что ткань повреждается только в внешний слой. Скажем так, теряется эстетика костюма, но изоляция костюма не повреждается. Зачем нужна такая прочность? Все дело в том, что на глубине где-нибудь 60 метров, особенно если водолаз работает в северных морях, температура воды близка к отрицательной. Если она заберется под гидрокостюм, водолаз может погибнуть. Так вот, этому костюму порезы не страшны. И вот еще один уникальный комбинезон. Создан он для работы в агрессивной среде. В этом костюме можно плавать даже в соляной кислоте. И что больше всего удивляет, в кипятке. Уникальность этого изделия заключается в ее ткани. Ткань – разработка тоже нашего предприятия. Ткань выдержит боевые отправляющие вещества. Всех типов. И температура свыше 150 градусов. Аналогов в России не существует. За рубежом существуют аналоги. Но наш костюм по некоторым параметрам превосходит в характеристики. Про новинки этого форума вскользь упоминают в пресс-центре парка «Патриот». Например, здесь, на брифинге, для иностранных военных «Аташе». У нас есть прекрасный опыт сотрудничества с Рособоронэкспортом. Мы хотим использовать эту возможность для развития этого сотрудничества. У нас самые большие ожидания. Мы в Шри-Ланке, как в сухопутных войсках, так и на флоте и ВВС, используем российскую военную технику. И хотим посмотреть, какие новые образцы нам сможет предложить Российская Федерация. Понятно, что на форум приглашены и наши верные друзья из стран НАТО. Перед камерой эти люди светиться не ходят, но это тот случай, когда вы их не видите, но, поверьте, они есть. Сколько человек в прошлом году посетило форум? В прошлом году форума «Армия-2015» посетило более 200 тысяч человек. И были представители из более чем 70 зарубежных стран, которые ознакомились с нашей экспозицией. В этом году? В этом году мы предоправили приглашение в 107 иностранных государств. На сегодняшний день уже более 80 государств откликнулись на наши приглашения. То есть уже превзошли? Да, да, да. Мы уже сейчас превосходим параметры форуму «Армия-2015». Есть основания полагать, что итоги форума будут весьма положительными для повышения эффективности экспорта нашей продукции за рубеж. На это указывают те переговоры, которые сейчас идут, и те переговоры, которые мы будем организовывать в рамках форума с нашими партнерами, как традиционными, так и новыми. А таковых приезжает немало, и уверен, что результаты наших переговоров во многом будут успешными. Теперь, когда вы представляете размах «Армии-2016», пришло время рассказать, почему именно ее называют самой большой военной выставкой в мире. Вот он, топ-5 международных салонов оборонной промышленности, которые прежде могли называться крупнейшими. На первом месте выставка вооружений в Дубае. В прошлом году она собрала 101 тысячу посетителей и 1 200 участников из 59 стран. Так что по количеству посетителей Дубаи мы обходим вдвое, а по площади и вовсе в четыре раза. В Дубае всего 13 гектаров против наших 66. На втором месте идет французская выставка «Евросатери». Полторы тысячи участников из 56 стран. А вот посетителей там еще меньше – 58 тысяч человек и общая площадь – 12 гектаров. Еще очень известной считается американская выставка «Шот-шоу». На ней выставляются 1700 компаний, и это рекорд в топе. Но посетителей там 64 тысячи человек и территория всего 6 гектаров. К тому же это не столько выставка вооружения, скорее огнестрельного оружия, боевого и охотничьего. На четвертом месте стоит указать выставку оборонной промышленности в Малайзии. На пятом – в Индии. И вот теперь в этот топ-5 попадает и наш российский форум. Причем не просто попадает, а сразу возглавляет его. Мы лидеры и по площади, и по количеству посетителей. Причем 200 тысяч человек – это цифра прошлого года. В этом, говорят, будет больше. Вот я с детьми приезжаю сюда на форум. Что здесь я могу сделать? Можно проехать в партизанскую деревню, посетить зону реконструкции исторических событий, зону военно-тактических игр, зону мотоармии, где можно практически руками попробовать технику, покататься. Папе можно съездить на полигон Алабина и, в конце концов, пострелять. Будет возможность в этом году пострелять? Да, пока в этом году возможность предоставляется посетителям. Можно будет при ознакомлении местами проведения форума на полигоне Алабина практически осуществить стрельбу из предоставленных видов оружия. А детям? Детям стрелять только под присмотром родителей. Коль разговор зашел о стрельбе, давайте вновь вернемся на полигон и продолжим наши эксперименты с одной из новинок форума. Броневиком «Тигр» с пушкой на крыше. Танк на колесах – это про него. Откуда идея появилась сделать наш «Тигр» более зубастым? Мы сейчас достаточно плотно работаем с нашими клиентами. Это спецназ ГРУ, спецназ МВД. И все ребята, наши коллеги с Министерства вооруженных сил просят нас сделать машину не просто для перевозки личного состава, а для того, чтобы она могла выполнять какие-то боевые действия. Пришла идея сделать боевой модуль с пушкой 30-мм. Очень много было скептиков, кто не верил в эту идею, что это не получится, невозможно. «Тигр» не будет выдерживать, его будет разворачивать. Вот давайте прямо для скептиков, прямо во время интервью попросим открыть огонь из этой машины, для того, чтобы вы увидели. Огонь! Мы командуем. Хорошая машина у вас. Действенная. Здесь нужно объяснить нашу реакцию. Дело в том, что когда снаряд «Тигра» попал в свою цель, от перепада давления газовый баллон просто разорвало, и он превратился в реактивную ракету. Давайте посмотрим на эту запись в режиме замедленной съемки. Вот снаряд из пушки попадает в баллон. Кто-то разрывается, струя газа подкидывает его вверх. Точно как в песне взлетает красная ракета. Самое главное, что мы продемонстрировали, что во время выстрела... ...поддерживается. Это не просто уже инженерные расчеты. Это фактически мы могли видеть, как, собственно, происходит выстрел, и что машина не испытывает никаких нагрузок, ее не кренит и не переваливается. Более того, вы посмотрели ось, она практически не оседает. Да, такое ощущение, что она на домкратах стоит в этот момент. Ну, посмотрите, нет никаких упоров. Это обычные колеса, значит, нет никаких... Я прошу оператора вот как раз обратить внимание. ...которые бы сдерживали эту машину. Это как бы ноу-хау, и, можно сказать, без ложной скромности. Это первая попытка, которая успешная, когда на двух ось поставили 30-метровую пушку. И что очень важно для современного боя, что в этой ситуации может вообще не находиться внутри ни одного человека. Да, совершенно верно. Если такая необходимость боевая есть, то человек может не находиться в тебе. Если не секрет, расстояние от точки, откуда идет управление? Ну, оно достаточно для того, чтобы качественная выполнена боевая задача. Километры? Я же боюсь. Кстати, о роботах. Знакомьтесь, Уран-9. Это не танк, не БМП, не БТР. Это робот. Первый российский тяжелый боевой робот. Еще одна премьера форума. Огонь! В одном из ближайших выпусков военной приемки вы увидите, как этот робот стреляет... Хорошо стреляет. А в парке «Патриот» в дни проведения форума любой из вас сможет оценить, как управляется эта машина, которой даже огонь не страшен. Более того, в этот раз нам обещают устроить шоу под названием «Битва роботов», за которым последуют гонки дронов. Ну а мы тем временем продолжаем экскурсию по обновленному парку «Патриот». Теперь в качестве экскурсовода Илья Хатин, представитель главного застройщика парка «Оборонстроя». Это вот как раз то новое, что построили в этом году. Это участок мотокросса. Он был построен еще в первую очередь на армию 2015. Но в 2016 году здесь установили тентом мобильное укрытие, в котором представлены выставочные образцы мотоармии. Здесь, в большом павильоне, настоящий цвет мотостроения. Военные мотоциклы со всего мира. Многие из них в единственном экземпляре. И мы с вами находимся в пещере «Аладдина», которая наполнена техническими редкостями со всех стран мира. Даже у реального «Аладдина» не было такого богатства его за кромах. Японский самурай. Мотоцикл 37-го года выпуска, который воевал ведь и против нас. Понятно. Вы нигде не увидите, например, вот этого японского мотоцикла. А таких деталей вы точно нигде не увидите. Главная особенность этого музея – все экспонаты на ходу. И хотя обычно эти антикварные мотоциклы не заводят, в дни форума хозяева обещают кое-что вывезти на полигон. Это выставка раритетной мототехники из 14 стран мира. Англия, Франция, Германия, Швейцария, СССР, Италия – далее везде. И у каждого будет возможность прикоснуться к живой истории. У каждого будет возможность оценить, а кто же и почему был самым технически грамотным экспертом. Убедитесь в этом сами. И вот сейчас мы въезжаем в зону, которой на армии 2015 не было. Это зона… Объединенный сектор воздушно-космических сил. То есть здесь пришедшие на выставку могут подойти к самолетам, подойти к вертолетам. Большой парк авиационной техники будет представлен. На открытых экспозициях будет представлено больше 260 единиц выставочной техники. 260! Это и авиационная техника, и пусковые установки, ну и, конечно же, бронетанковая техника, которая была ранее представлена в зоне… Вот я прошу оператора развернуть камеру в обратную сторону. Вместе с нами на выставку едет установка С-300. Это тоже, собственно, выставочный образец. Совершенно верно. Экспонаты уже встают на свои места, хотя вокруг стройка идет полным ходом. Чтобы вы понимали, территория площадки ВКС – это 28 гектаров. Чтобы все было готово, нужно не только экспонаты поставить. Считайте сами – осушить болото, подготовить грунт, провести сюда свет и воду. Для строителей это все равно, что возвести с нуля целый квартал. На сегодняшний день на данной площадке строительства выполнена прокладка сетей водоснабжения и канализации дренажа в объеме 11,5 километров. 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 Работа уже на финишном этапе. То есть у нас осталась установка канализационной насосной станции, которая будет в ближайшие дни установлена. Также на 80% выполнены работы по прокладке сетей электроснабжения и электроосвещения в объеме 20 километров. Чтобы вы понимали, откуда берутся экспонаты сейчас? На ваших глазах самый большой серийный вертолет в мире Ми-26. Вот он наверху тянет на тросе самый распространенный, самый массовый вертолет в мире. Вот он внизу болтается на тросе. В десантной вариации в трюме Ми-26 могут разместиться 80 бойцов с вооружением. В санитарной версии 60 пациентов на носилках. Неудивительно, что Ми-8 на тросе болтается, как игрушка. Но по-настоящему чудовищную мощь вертолета Ми-26 можно ощутить именно с земли. Ну вот что значит прибытие такого гиганта на стройку. Сейчас на ваших глазах Ми-26 выкирает пыль. И вот сейчас, когда вся пыль разлетится, и вот она наша пара. Не спеша Ми-26 запускает восьмерку все ниже и ниже. Когда мы говорим, что это самый большой вертолет в мире, он может тянуть в такой ситуации сразу 4. 4, 4 вон за один и восьмых. Вот что значит бегать. У Ми-26 два двигателя, каждый из них мощностью 11 400 лошадиных сил. И еще один рекорд – диаметр несущего винта у вертолета – 32 метра. Если этот винт поставить вертикально, он перекроет девятиэтажный дом. Поток воздуха, направляемый лопастями этого гигантского вентилятора, просто заставляет людей сгибаться в поклоне. Посмотрите, как работают пилоты в этот момент. Вот маленькие камешки, которые летят, словно пули. Вот каменные пули, ударяются, бьют в лицо, а эти люди работают там, под вертолетом. Здесь вене, вон сувайли. Ну вот, один экспонат доставлен, а на аэродроме в Кубинке готовится еще один, и это он. Повторюсь, самый большой вертолет в мире – Ми-26. Посмотрите, каким маленьким рядом с ним выглядит армейский Урал. В это сложно поверить, но рекордсмены тоже повезут на тросе. Вот Ми-26 зависает над собратом, техники с трудом цепляют трос, и вертолеты поднимаются в воздух. Такого рекорда не может повторить больше ни один вертолет в мире. Еще одна новинка выставки – военные аэростаты. Это только кажется, что они неповоротливы. И если, например, во время Великой Отечественной войны их использовали исключительно как защиту от вражеских бомбардировщиков, то теперь это скорее разведчики и пограничники. Оснащение современными аэростатными комплексами, выполняющими различные задачи на границах нашей страны, в том числе для средств разведки, мониторинга, опознавания целей. Следующий объект, конечно, не имеет никакого отношения к современной армии, но именно его посетить я очень даже рекомендую. Называется «Партизанская деревня». Здравия желаю, старший лейтенант Кишинько. Прошу проследовать комплекс «Партизанская деревня» за мной. Здравия желаю, Егоров. Военная приемка. Этот исторический комплекс – собирательный образ быта партизанских отрядов. За основу взяли документальные описания, но все экспонаты максимально создают атмосферу того времени. А еще здесь у вас есть возможность хоть как-то почувствовать дух настоящей войны. По крайней мере, аутентичная сырость землянки здесь вам гарантирована. Гарантированно. Сколько человек размещалось на этих нарах? Десять человек. И у каждого партизана было личное пространство около 70 сантиметров. То есть они вот здесь как-то размещались, поскольку сырость у вас очень даже аутентичная. Ну вот сколько внизу было человек? Пять. Сверху четыре. Ложиться не буду, но давайте покажем, какие одеяла были у настоящих партизан. Ну хоть выжимай. А вот теперь, дорогие телезрители, внимание, как вы думаете, как называется то место, где мы сейчас находимся? Школа диверсантов. Конечно, курс молодого диверсанта в музее не преподают на практике, но теория на уровне. Здесь же вам расскажут, как партизаны обучали подрыву мостов. Вот туда же фрагмент моста есть. Принцип работы взрывчатки как гирлянда. Срабатывает одна, за ней все остальные. Ну и рядом мы видим фрагмент железнодорожного полотна. Первоначально взрывчатка была только такого типа действия, но в дальнейшем немцы начали пускать впереди поезда дрезину с охраной. Данная мина стала неактуальной. Засчет чего партизаны придумали мину-нахалку. Почему нахалка? Нахальные миниры перед самим поездом. То есть партизан прятался где-то в лесу, когда видел, что дрезина прошла, подбегал, бросал нахалку и скрывался по возможности. За годы войны было пущено под откос более 20 тысяч составов. Основная масса с 43 по 44 год, когда началась рельсовая война. Словно в противовес этой аскетичной выставке всем желающим будет продемонстрирован передвижной мобильный полевой штаб нового образца. В 21 веке на смену землянкам и палаткам пришел вот такой грузовик. У него внутри, не поверите, чуть ли не пятикомнатная квартира. С кухней, спальней, туалетом. И, конечно же, в этом грузовике есть все возможности для оперативного управления войсками. Да, в такой машине можно управлять фронтом прямо на ходу. Вообще современная война – это война на время. И поэтому многое приходится делать в движении. Вот и первый мощный боевой робот может стрелять на ходу. И наш «Тигр» с пушкой. Он тоже идеально точно держит цель на мушке даже в тот момент, когда машина движется. И вот сейчас впервые в истории российской армии стрельба из пушки в «Тигре» прямо на ходу. Мы сейчас откроем огонь. Ну вот к вопросу о российской технике. Обратите внимание, на этой пушке можно совершенно спокойно висеть, болтаться. Она не падает, не отваливается, не ломается. Это единственное вооружение на этом комплексе. Нет, здесь еще установлен пулемет 7,62 по КТМ. Поэтому, когда сидишь за пультом, у тебя есть возможность выбрать, из какого вида оружия ввести огонь. А еще можно выбрать и тип боеприпаса, и длину очереди. На западе очень мало броневиков, если они вообще есть, которые способны на все это. Кстати, к вопросу о скорости. Вот еще одна из новинок армии 2016. Новейшее самоходное орудие «Флокс». О нем можно сказать, что по своему принципу орудие очень похоже на наш «Тигр», поскольку пушка стоит на колесной платформе. Да-да, именно так эта пушка может стрелять прямо с колес. Ничего подобного пока на вооружении нашей армии нет. Мы приближаемся к центру военно-тактических игр. Игр – это зорница. Что это такое? Да, по типу зорницы, то есть для юных, скажем так, любителей армейских игр, в том числе военных игр тематических, такие как страйкбол, пейнтбол. Также здесь установлен веревочный парк, которым можно тренироваться в ловкости. Это тоже вы строили? Да, это также было построено в 2016 году. Именно сюда перевезли те временные палаты, в которых располагалась выставка в прошлом году. По размеру эта территория, как целый квартал. Здесь внутри можно будет устроить небольшую войнушку, и никто не будет вам мешать. Разве что очередь из желающих выстроится. Что ж, пришло время сообщить самое главное. Форум будет открыт для свободного посещения с 9 по 11 сентября. В пятницу, в субботу и воскресенье. И напоследок, вот вам еще пять причин, почему просто необходимо посетить эту выставку. Первое. Во время форума цена на билет будет снижена. 600 рублей со взрослого. Дети до 14 лет бесплатно. Второе. Легко добраться. Большая бесплатная парковка на 6 тысяч машин. Не ходите на автомобиле. Будут ходить электрички от киевского и белорусского вокзалов. Кстати, на станции вас будет встречать бронепоезд. Третье. Если у вас есть деньги, вы можете поучаствовать в аукционе. Например, тысяч за 60-70 прикупить себе старый армейский грузовик. Четвертое. Это насыщенная демонстрационная программа буквально каждый день. От выступлений лучших пилотажных групп страны до учений по десантированию или показа возможностей артиллерии. Ну и, наконец, пятое. Лучше хоть раз увидеть все это своими глазами, чем по телевизору. Это стоит того. Да, и не забудьте про удобную обувь. Ходить придется много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok